Привет, друг, с тобой Глебовский. Давно не виделись. Сегодняшний выпуск Глебсблог хочу посвятить как минимум трём темам. Тема, связанная с новым блогом. Мои мысли по поводу завершения колледжа, потому что у меня уже на следующий месяц будет защита диплома. И немножко за жизнь поговорим. Начнём с нового блога. Это будет скорее не столько как новый блог, сколько дополнение к существующему блогу, а именно к своими словами. Дело в том, что блог своими словами, он несколько абстрактен и он затрагивает разные общие такие вот темы. Что такое это, что такое то. Я подумал, почему бы не поэкспериментировать и не попробовать делать дополнение к этому блогу своими словами люди. Своими словами буду рассказывать о каких-то известных личностях, исторических или там из современности. Про жизни известных личностей буду рассказывать. Возможно, после этого видео сразу два выпуска своими словами будет. Это обычные своими словами и своими словами люди. Это возможно, не факт. Всё зависит от ситуации, от моего личного желания. Но, тем не менее, я желал бы принести некое разнообразие в мой канал. Я люблю периодически делать такие инновации. Мой канал вообще представляет собой площадку для экспериментов. И я не стесняюсь периодически вводить такие вот критивы определенные. Вторая тема, которая упоминалась ранее, это тема колледжа. Я ещё как бы окончательно не окончил колледж, но по сути я уже закончил, потому что я уже отходил все какие можно пары, сдал все какие можно экзамены. Вчера я вообще сдал дем-экзамен по нормативам WorldSkills. И в следующем месяце я уже буду сдавать диплом, защищать его. После этого будет выдача, разумеется, диплома и всё, выпуск. Потом отдельное решение вопроса с армией. Но это другая история. Но я планирую после этого как минимум летом поработать и отдохнуть. Касаемо работы, я напомню, Илья ещё не говорил, но скажу всё равно, что я недавно начал заниматься бизнесом. Я пока ещё особо не развивался. Я только на уровне сдачи отчётностей сейчас его развиваю. Но уже как бы со следующего месяца я планирую брать работы. Не просто планирую абстрактно, может возможно, а это точно. И отдыхать тоже, потому что я бы хотел как минимум не раз путешествовать, например, в Турцию. Я хотел бы встретить одного товарища, вы его все, наверное, знаете по геймерставу, Кирилл. И мы с ним не так давно сошлись в мысли, что было бы неплохо пересечься вновь, как это было давно-давно, в 2018-м, когда мы как бы попрощались, в плане того, что он улетел в Чехию жить с семьёй. И всё как бы, я больше его вживую не видел. Я с ним теперь пока общаюсь только вот. Я не говорю, что это будет прям точно, но мы бы очень хотели пересечься. Было бы неплохо, например, в Чехии, но для Чехии нужна виза. А визу, это немножко проблематично. Как бы оформлять для меня. То есть загранник ещё обновить не так сложно. То есть стоит пойти и его обновить, грубо говоря. А визу нужно оформлять, это как отдельный процесс. Это ещё не говорит о том, что билеты относительно не дешёвые. То есть билеты туда и обратно, например, я видел там 42 тысячи с чем-то. И то с учётом пересадок. Но я всё равно планирую встретиться в Турцию с ним. Но если говорить про колледж, я бы хотел сделать предварительные итоги. Такие первые небольшие. Я ещё не делал для себя лично больших итогов. Может быть, я отдельно сделаю для канала более подробные итоги. Или для себя лично распишу. Посмотрим. Но могу сказать предварительно насчёт трёх лет колледжа, что это был такой этап для меня в жизни. Становление. Это не только получение профессиональных знаний, навыков. Но и в первую очередь для меня это личностный такой рост. И в каком-то смысле этот канал живёт благодаря этому этапу. Потому что в 2020 году, когда я ещё учился в колледже, ещё на фоне пандемии, я начал развивать свой Глебсблог. Вот этот блог как раз. Ещё до Ютуба. Но этого как раз... Я к тому, что вот эти три года учёбы, они представляют собой вот этот период жизни, когда я из одного, так сказать, образа жизни перешёл в несколько иной. Потому что когда я поступал в колледж, я был тем ещё молодым человеком, который стремился к известности, закончил те, какие можно, проекты. Думал немножко как-то шаблонно где-то. Но потом со временем я начал увлекаться чтением книг, саморазвитием. В какой философии увлёкся даже, да? Что подтолкнуло меня к изменению в лучшую сторону. И в общем-то в целом я изменился, да, во многом. И это напрямую соперсекается с этими тремя годами учёбы в колледже. Как-то так. Пока ещё учёба у меня не закончилась, как я уже говорил ранее, мне ещё нужно диплом защищать. Ну а так уже почти всё закончилось. Может дать первопредварительные итоги, как я уже сделал. Теперь давайте немножко за жизнь поговорим. И вообще стоит сказать, что каждый из нас сам выбирает себе по жизни, кем быть, куда идти, к чему стремиться. Возможно, я о таких вещах не раз уже упоминал на своём канале, в своём блоге о этом. Но я повторюсь. Каждый из нас выбирает себе то, что считает для себя необходимым, нужным для того, чтобы самовыразиться. Не каждый из нас это осознаёт, но делает это уже на уровне своей физиологии, психологии, то есть на уровне гена. Мы как бы рождены для того, чтобы быть и развиваться, и быть самим собой. Для меня это особенно важно и актуально, потому что именно от этого, по сути, зависит качество жизни. Как я буду жить, к чему стремиться. Хотя мои цели жизни, они условные и так далее, но у меня есть миссия жизни. Она заключается в очень, может быть, где-то банальном, но простом и важном. Она заключается в следующем, чтобы прожить счастливую жизнь. Она опирается, скажем, на несколько таких заповедей. Она держится на нескольких заповедях, одна из которых угласит, что нужно соблюдать мир вещей, другая, что нужно соблюдать также баланс в делах и хобби. То есть есть дела нужные, необходимые, а есть дела, которые приятные. Их нужно также балансировать, ну и как бы в целом совмещать. Помнить о том, что счастье всегда внутри нас, то, как мы интерпретируем счастье по отношению к внешнему миру. Помнить о том, что смысл жизни в самом пути жизни, а не только в ее конечных целях, задачах. И последнее, помнить, что что бы я ни делал и так далее, будь что будет, потому что многое из того, что происходит в моей жизни и в жизни других людей, оно мало от меня зависит. Но от меня всегда зависит то, как я подхожу к жизни и что я делаю для того, чтобы жить лучше. Всегда будут трудности, а где-то даже и трагедии, но не стоит опускать руки, как бы тяжело ни было в какие-то моменты, и двигаться дальше. Ведь стоит верить, что жизнь — это счастье. Его стоит, и даже это как бы обязанность человека достигать эту жизнь и прожить так, чтобы потом спокойно уйти в мир новый. Вот я немножко поговорил с вами за жизнь. Надо было немножко вот вылить душу. На этом все. Спасибо, что выделили время. Я посчитал нужным выделить вот этот небольшой отрезок времени для того, чтобы посвятить каналу вам, дорогие зрители. Вам я отдельно желаю всего наилучшего, чтобы вы не рабели перед трудностями жизни, чтобы вы верили в лучшее, чаще уделяли время тому, что у вас есть, не только о том, чего вам не хватает, хотя это такая парадигма жизни, что многие думают о том, что вот не хватает мне больше свободного времени и так далее. И мы мало задумывались над тем, что у нас есть. Что у нас, например, есть родные и близкие, у нас есть друзья, у нас есть, в конце концов, свой собственный ночлег, нормальные условия для проживания и так далее. Каждый сам себе скажет, что у него есть. И это важно думать чаще об этом, как бы срытачиваться на этом, и поменьше думать в целом плохом. Ибо это отвлекает от того, чтобы срытачиваться на том, что у нас есть. Это и составляет нашу жизнь, то, что у нас есть. Наше, так сказать, чувство потока жизни. Еще раз спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Можете поставить дизлайк, если вам не понравилось. Оставить тот или иной коммент, подписаться на канал, поставить колокольчик. С вами был Глебовский, и увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok